Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. И вот что в нашем выпуске. Оснащен современным оборудованием, мебелью, необходимым инструментарием. В ауле Нижняя Мора открыт фельдшерско-акушерский пункт. Сколько автоаварий, по какой причине, сколько погибших и пострадавших. Полицейские подвели итоги по обстановке на дорогах на неделю. Какова статистика? Клади трубку, в Карачаево-Черкесии проходит профилактическая акция, которая направлена на борьбу с телефонным мошенничеством. В семье единой в Карачаевске прошел фестиваль, где каждый народ Карачаева-Черкесии показал свою культуру, обычаи и традиции. Доступная медицинская помощь каждому. В ауле Нижняя Мора Карачаевского района открылся новый современный фельдшерско-акушерский пункт. Строительство данного медицинского объекта осуществляется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Карачаева-Черкесии, национального проекта здравоохранения. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Новый фельдшерско-акушерский пункт в ауле Нижняя Мора позволит жителям получать качественную и доброчерепную медицинскую помощь, не выезжая за пределы населенного пункта. С этим радостным событием всех собравшихся поздравила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому в насилию Министерства здравоохранения Карачаева-Черкесии Белла Батчаева. Она подчеркнула, что в данном учреждении есть все условия для получения медицинской помощи своевременно и оперативно. Я, еще будучи работая в Карачаевской центральной горой больнице, приезжала в аул Нижняя Мора, в приспособленное помещение. И сегодня вижу, как рады жители аула, что они будут теперь лечиться и получать необходимую медицинскую помощь в прекрасном здании, в современном здании, в белоснежном, которое с любовью построено, которое оснащено уже по современным стандартам. Также поздравили с открытием нового фельдшерско-акушерского пункта представителя администрации Карачаевского района. Надеемся, что с появлением этого необходимого объекта каждый сможет получить необходимую медицинскую услугу в качестве и в комфортных условиях, отметили выступающие. Я от имени главы администрации хочу поздравить и от себя лично поздравить с открытием этого замечательного фельдшерско-акушерского пункта. Хочу пожелать вам здоровья, благополучия, чтобы вы сюда приходили только для профилактики, а не для лечения. Всех благ вам, здоровья. Здание общей площадью 62 квадратных метра включает в себя комфортабельный кабинет фельдшера, процедурный, совмещенный с прививочным кабинетом. Здесь также уютно обустроено место для ожидания приема пациентами. Кроме того, фельдшерско-акушерский пункт оборудован всем необходимым и для маломобильных граждан. Алихан Лепшоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. В Хабецком районе прошла первая сессия Совета депутатов сельских поселений нового созыва. Глава администрации Хабецкого района Тимур Жужуев поблагодарил депутатов 4-го созыва за проделанную работу и поздравил новоиспеченных служителей народа с избранием и пожелал плодотворной работы во благо района. На заседании были рассмотрены вопросы о районном бюджете и структуре администрации района. По всем вопросам были приняты соответствующие решения. Депутатам Совета 4-го созыва почетные грамоты за вклад в развитие местного самоуправления. По Хабецкому району у нас 15 депутатов Совета, 12 депутатов от «Единой России», 3 депутата от «Справедливой России». На повестке дня будут три вопроса. И у нас сегодня непосредственно встреча с депутатами. Ход работ на ближайший квартал будет закладываться, стоит на четвертый квартал, ознакомление депутатов с их должностными инструкциями, обязанностями, кто будет курировать какие вопросы в каких комиссиях. У нас сегодня, как говорится, первый шаг к депутатской работе, в принципе, проводится. Почетные грамоты за вклад в развитие местного самоуправления. Сотрудники Республиканской госавтоинспекции на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки на дорогах Карачаева-Черкесии, а также профилактику нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий. Так, за прошедшую неделю с 9 по 16 сентября дорожные полицейские задержали 26 водителей, управляющих транспортом, в состоянии опьянения. 45 автомобилистов передвигались на транспорте без государственных регистрационных знаков. Выявлено 35 транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке. 630 автолюбители управляли автомобилями, на которых светопропускания передних боковых стекол не соответствовали требованиям безопасности. 157 водителей устранили нарушения на месте. При помощи системы «Паутина» задержаны 36 водителей, управляющих транспортными средствами, регистрация которых прекращена. 11 автолюбителей, собственники которых являются злостные неплательщики административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Выявлено 6 транспортных средств с подложными регистрационными знаками, принятыми сотрудниками Госавтоинспекции мерами. Все автомобили задержаны, нарушители привлечены к ответственности. За указанный период с улиц Республиканской столицы эвакуировано 11 транспортных средств, припаркованных в нарушении правил дорожного движения. Водители, которые паркуют свой транспорт в местах, где это не разрешено, доставляют неудобства, дискомфорт другим участникам дорожного движения. Это у нас те же пешеходы, которые занимаются своими делами, переходят через какой-то определенный участок, и им порой приходится выходить, из-за того, что машина припаркована не в положенном месте, приходится выходить на проезжую часть. Бывают ситуации, когда у нас и взрослые мамочки с детьми своими, с колясками в том числе. То есть это у нас получается ситуация, когда вполне возможно, что из-за того, что водитель припарковался в автомобиле не в положенном месте, может случиться дорожно-транспортное происшествие, в котором могут пострадать и люди. Призываем всех водителей относиться с уважением к другим участникам дорожного движения, и не создавать дискомфорта тем же пешеходам и другим водителям транспортных средств. В случае, если вы возвращаетесь на место, где до этого припарковали свой автомобиль и не знаете, где он сейчас находится, вам необходимо позвонить на 02, где вам, естественно, сообщат о том, где находится ваш автомобиль, в случае того, если он действительно был задержан на эвакуаторе и был доставлен на специализированную стоянку. Вам сообщают адрес местонахождения данной стоянки, где находится ваш транспорт, и, соответственно, отделение госфтоинспекции, сотрудник которой будет составлять в отношении вас материал по данному факту. Необходимо будет вам обратиться именно в данный отдел госфтоинспекции, где вам будет выдано распоряжение о выдаче транспортного средства, находящегося на специализированной стоянке, и уже после чего будет вынесено постановление административного правонарушения за нарушение правил стоянки или остановки транспортного средства. Согласно статье 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил стоянки или остановки транспортного средства предусмотрена административная ответственность в размере 500 рублей административного штрафа. Кроме того, вам потребуется значительное количество времени для того, чтобы забрать свое транспортное средство со специализированной стоянки, а также оплатить работу эвакуатора и то, что ваш автомобиль находился определенного количества времени на стояночном месте. Накануне вечером в Черкесске совершено убийство. По данным следствия, фигурант, 32-летний житель аула Кумыш, причинил огнестрельные ранения 48-летнему мужчине в результате конфликта на бытовой почве с бывшим супругом своей сестры. Потерпевший скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Подозреваемый задержан сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии на месте преступления. По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Следственными органами Карачаево-Черкесской республики в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту совершения им убийства. По данным следствия, 17 сентября текущего года фигурант в ходе конфликта на бытовой почве с бывшим супругом своей сестры произвел в потерпевшего несколько выстрелов из принадлежащего ему огнестрельного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. По уголовному делу подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера посечения. Следователями следственного управления продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Во всех регионах Южного, Федерального и Северокавказского округов, в том числе и в Карачаево-Черкесии, стартовала информационная кампания «Клади трубку». Цель данной кампании – повысить осведомленность граждан о методах, используемых злоумышленниками, и не поддаваться на финансовые уловки аферистов. Потропнее расскажет Майя Хамдохова. Акция «Клади трубку» направлена на то, чтобы научить жителей республики распознавать телефонных злоумышленников, информировать о новых мошеннических схемах и уловках, напомнить о правилах кибербезопасности. Организовывая акцию «Клади трубку» в нашей республике, мы еще раз хотели обратить внимание жителей на то, как важно во время телефонного звонка от незнакомцев сохранять бдительность, уметь распознавать уловки злоумышленников, вовремя прерывать сомнительный разговор. Если сами жители будут знать правила безопасного финансового поведения, то их сложнее будет ввести в заблуждение. Информационная кампания «Клади трубку» будет проходить в течение трех месяцев. Она включает в себя масштабную совместную работу, которую проводит Банк России с партнерами. Это, в частности, размещение социальной рекламы в транспорте и на уличных цифровых экранах, аудиоролики в торговых центрах, печатная продукция, в том числе плакаты, стикеры, листовки, а также широкое освещение во всех ведущих СМИ региона и соцмедиа. Эксперты отделения Банка в России настоятельно рекомендуют быть бдительными и не вестись на уловки мошенников. И помнят, что нежелательные звонки могут обойтись очень дорого. Злоумышленники активно используют информационную повестку и играют на том, что больше всего успокоит граждан. Например, мошенники могут предложить перевести деньги на безопасный счет, позвонить от лица якобы сотрудника Центробанка или другого ведомства, попытаться выяснить данные банковской карты, запугать зломом личного кабинета на портале госуслуге. Злоумышленники постоянно совершенствуют схемы обмана граждан. Поэтому тема кибермошенничества остается по-прежнему актуальной. Так, например, только за второй квартал этого года в нашей стране банки зафиксировали почти 257 тысяч мошеннических операций, что на 15% меньше, чем в среднем за предшествующие 4 квартала. В апреле-июне 2024 банки отразили более 16 миллионов попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму более 2 триллионов рублей. Тем не менее, только за этот период мошенникам удалось украсть со счетов граждан и компаний около 5 миллиардов рублей. Такова статистика по Российской Федерации. Среди постоянных клиентов в списке злоумышленников являются пенсионеры. Используя манипуляции, чтобы создать у пожилых людей чувство безопасности, они становятся жертвами мошеннической схемы. Многим людям лучше всего вообще не отвечать. А если что-то есть, просто положить трубочку и поговорить с более молодым поколением, потому что они быстрее разбирают. Предупрежден, значит вооружен. Никогда еще этот лозунг не был так актуален. Майя Хамдохова, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Порывы будут до 12-14. Температура ночью 8-13, в горах до плюс 8, а днем 17-22 градусов тепла и местами до плюс 14. В северных и южных районах высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков, ветер восточный 6-11, порывы будут до 14. Температура ночью 10-12, днем 19-21 градусов тепла и высокая пожароопасность. Семье единой. Под таким названием в Карачаевске прошел фестиваль народных культур, приуроченный ко Дню Республики и Году Семьи. Организаторы фестиваля, мэрия города совместно с отделом образования Карачаевского городского округа постарались через творчество передать посетителям фестиваля все самое ценное и прекрасное, что сохраняют и приумножают из года в год, из десятилетия в десятилетие, живущие в этом городе люди. Добросовестно, взаиможение, дружбу. Мадина Каракетова. Далее. Салам алейкум, друзья мои. Салам алейкум. Так на Кавказе встречают знакомых и незнакомцев. И неважно, кому обращены эти слова, они означают мир вам. И эти слова, как нечто другое, показывают открытость души и доброжелательность приветствующего. Такими словами, карачаевск встречал участников и гостей фестиваля народной культуры в семье единой. Открытый фестиваль – самые маленькие жители Карачаевского городского округа, одетые в национальные костюмы с флагами своих народов, они в танце объединились вокруг российского триколора, символизируя тем самым единство, силу и мощь огромной многонациональной страны. В организации праздничной программы самое активное участие приняли школьные и дошкольные учреждения, а также самое старшее поколение, которое помогало и наставляло. Фестиваль состоял из концертной программы и выставок очень широко было представлено этнокультурное многообразие нашей республики. Звучали приветствия, песни и поздравления на языках народов, населяющих Карачаево-Черкесию, а детские хореографические коллективы подарили зрителям красочные танцевальные номера. Для участников и гостей фестиваля были открыты двери национальных дворов. Желающие могли познакомиться с обычаями, традициями, культурой и бытом народов Карачаева-Черкесии. Русский двор встречал гостей традиционным караваем, блинами, матрешками и домовым на удачу. В Карачаевском подворье можно было посмотреть предметы старины, начиная от кухонной утвари до предметов гардероба, в том числе и убви и сыромятной кожи. В Черкеско-Абазинское подворье заманивали прекрасные одиюха и запах праздничной хаувы, а Ногайский двор приглашал в свою уютную юрту, предлагая угоститься баурсаками и травяным чаем. Кстати, гастрономическая часть выставки впечатляла. Эльмира Магомедова из Карачаевска, представляя Карачаевский двор, рассказывает, что готовили специально традиционные карачаевские блюда, придерживаясь старинных рецептов. Светлана Джанчурова из поселка Малокурганы пригласила попробовать блюда черкесской кухни, винцом которой, конечно же, была знаменитая и любимая уже всеми Либжа. И даже поделилась с желающими рецептом приготовления этого блюда. В каждом подворье гостей фестиваля угощали самым вкусным, самым лучшим, а главное дарили всю теплоту души и искренние улыбки. Все, что происходит здесь, не просто так проводится, а проводится с целью воспитать вот в нашей молодежи, в наших детях вот эту любовь к родному краю, к культуре народов, блюда любимые у нас уже есть. Каждый раз, проводя вот такого рода мероприятия, я убеждаюсь в том, что мы действительно не зря это все проводим, потому что вот эта атмосфера тепла, взаимоуважения, которое царит вот на таких мероприятиях, это и есть то, что сохраняет мир и покой в нашей республике. Посетители фестиваля отмечали важность такого общения, культурного обмена между народами, пусть и живущими единой семьей, тесно сплетенными, но все же самобытными, а значит интересными, и с вами делились своими впечатлениями. Замечательный, красивый праздник, люди довольные, счастливые, радостные, сразу чувствуется колорит многонациональности нашей республики. Карачаевск вообще сам по себе светлый, уютный, красивый город. А праздник, чтобы побольше было таких праздников, все старались. Мое впечатление просто прекрасное, это замечательно. Хотелось бы, чтобы не один раз в год, а каждый четвертый. Кавказ прекрасно, замечательно, именно показывает, как мы дружны. И Кавказ силен тем, что мы дружим все. А самые почетные гости фестиваля, старейшины, хвалили организаторов и участников за то, как они сумели передать атмосферу дружбы, добрососедских отношений, которыми и славится Карачаево-Черкесия. И напутствовали молодежь следовать заветам старших, ведь в единстве и правде великая сила. Почему мы сильны? Потому что мы едины, потому что мы патриоты, мы любим свою родину, потому что мы дружим. Вот сегодня прекрасный фестиваль дружбы народов. Танцы и черкесские, и русские, и абазинские, и нагайские, и карачаевские. И песни, это здорово. Мадина Каракитова, Лебастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. В селе Кичебалык Малокарачаевского района открыли аттракцион «Зиплайн. Небесные качели». Теперь любители активного отдыха получили возможность получать удовольствие от выброса адреналина, увидеть красоту гор с высоты полета. В день открытия организатора сделали вход для детей-участников специальной военной операции бесплатным. Сейчас «Зиплайн» набирает все большую популярность как один из способов экстремального развлечения и получения острых ощущений. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Дама с собачкой». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!